Девушки отдыхают 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 сурик всему нет он обещал но уж не его посмотреть посмотреть мы уже начали вас не дождались любезно вас пригласили поэтому разъясняю права и сусе справе увеличить уменьшить исковые требования изменить предмет или основание иска отказаться от иска столкнуть правиль заключить мировое соглашение в соответствии шестой статью гпк доказывайте и обстоятельства которые ссылайте самостоятельно правиль заявлять ходатайство отвода знакомиться с доказательствами представлены другой стороной ну соответственно пользуясь права интересного гражданского социального кодекса права понятны права понятны какие-то ходатайства у вас будут до общей массажа я прошу отложиться и населяемся тем что сделал ознакомиться сколько вам времени нужно соответственно мне надо будет результатом ознакомления невозможно заставить дополнительных ходатайств для истребования дополнительных доказательств а на время предоставления я просил бы запросить из федеральной нотариальной палаты частности из единого информационного сервиса выписку о наличии зарегистрированного завещания 10 апреля 2018 года нотариусом Янина запросил запросить книгу регистрации нотариальных действий за 2018 год за апрель месяц у нотариуса соответственно следующее заселение мы постараемся обеспечить явку свидетелей которые подтвердят что внешняя наследодатель не могла бы 10 апреля 2018 года находиться у нотариуса Янина с целью составления завещательного акта запрос на руки возьмете отвезете нотариуса будет такая возможность я завещала счастье и плюс ну это наверное может быть запрос тоже в сороковую городскую больницу где и лучше перед составлением завещания, имеющееся завещание, было прооперировано. Возможно, потребуется и запрос в хоспис, где в день поступления умершей умел ли быть выезд нотариуса, поскольку там ведется запись посетителя проверить, возможно, был и выезд нотариуса, скажем так, в хоспис, где содержалось. Давайте это сразу обсудим, и то будем делать, чтобы нет. Дело в том, что по совершенно точной информации, моя супруга 2 апреля в 2017 году поперенесла операцию с удалением части печени и вырезанием части, как это называется, злокачественных опухолей из системы кровообращения. Это была полостная операция Чизола. С 2-го, с 3-го по 6-е часов она находилась в состоянии искусственной коме, с которой она вышла 7-го числа, 8-го числа, и мы ее перевезли из больницы. Это Чизола-полостная операция, которая предусматривает не менее 20 дней, по стильному, ну, человек с разрезанным животом, ну, ты знаешь, что такое, как раз на печеньке, разрезается живота, да, вот, физически просто не могла, человек не мог попасть, и у меня есть большие сомнения, что вообще она была в том состоянии, в котором он вообще понимал, где находится. Это происходило в 40-го городской больнице со 2-го по 6-е апреля 2017 года. Сами, это извращайтесь, вы тогда тоже понимаете, что если человек 6-го числа разрезается без живот, да, я это понимаю, но у вас сейчас озвучено ходатайство о запросе в хоспис, приезжал нотариус или нет 10-го апреля, правильно? Ну, в хозно-стеретическом нотариусе он приехал. Ну, так давайте это запросим, просто я не услышал, что там ходатайствуем, давайте сделаем запросы, говорить о том, что может быть понадобится, давайте сразу сегодня сделаем, вы отвезете. Давайте. Ну, если вы к этому подводите, почему-то сразу не задавайте. Давайте, давайте. С одного больницы, чтобы извести оттуда историю болезни? Зачем она нужна? Выписку просто, наверное, оснащиваете. Ну, это да, да, да. История болезни для чего? Выписку, и то мы не изымали до этого с 40-го больницы, вы ничего не будете, по черковической экспертизе не просили. А там нет ничего, она была без сознания, она была привезена и была без сознания твоей в лозе. Значит, выписку из 40-й больницы, правильно? Да. Выписку из 40-й больницы. Матеров там. Второе, это, получается, запрос в хоспис относительно, там, приезжал или осуществлялся ли допуск Касаткиной нотариуса, правильно? Допуск нотариуса. Так, далее книгу регистрации нотариальных действий за апрель 2018 года. А запрос в единый реестр или что там, это же, наверное, данные свободные, там все равно никто подпись печать не ставит. Может быть, вы сможете эту распечатку сами сделать? Нет, вообще, к сожалению, там либо последний запрос, либо нотариус, который ведет на следственное дело, она может, что данную выписку, если получить. И, наверное, создал 12-й, она сказала, она не получала эту выписку. Ну, то есть, может быть, тогда это у того нотариуса, который выдавал доверенность, то есть, и, ну, книгу регистрации подлинную они не дадут, я думаю, они дадут копию записи за апрель месяц, если вас этот период интересует. И попутно запросить тогда выписку из этого реестра, регистрация завещания. И, соответственно, там экземпляр должен храниться, завещание у нотариуса, которое составляло, пока неизвестно из материалов дела, по какому завещанию было открыто наследство, по завещанию, которое предъявила наследница, либо по завещанию, которое было истребовано у того нотариуса, где оно составлялось. То есть, здесь надо понимать, в общем-то говоря, тоже эту ситуацию. По практике, скажем так, нотариус, который открывает наследственное дело, затребует, скажем так, оригинал этого завещания в себе наследственное дело. Ну, может быть, ладно, ознакомьтесь с материалами дела, решите. Да, 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 я там сориентируюсь, да, соответственно, почему в этой части таковы. Ладно, больше не отказаться? Пока не отказаться. Обсуждаем, давайте, когда тазит обыстревывание документов, там, выписки по поводу допуска нотариуса, копии записи за апрель 2018 года и из единого реестра регистрация завещания. Что касается данных из реестра нотариальной комиссии, мы не возражаем, уважаемый суд, поскольку нам известно, что Константин Ильяна Петровна составляла завещание, ой, подписывала оспаренное завещание именно непосредственно в кабинете нотариуса. Никаких выездах не было, и, соответственно, данные из больницы, они только это подтвердят, уважаемый суд. Что касается выписок с историей болезни, мы полагаем, что в данной части ходатайства он туда не подлежит, поскольку это никак не сопоставляется предметом и основанием заявленного искового требования, уважаемый суд. В нашем случае, согласно основанию требования, и все это указывает на то, что сомневается, так скажем, в том, что личность подписанта именно на завещание. В том, что тот ли человек подписывал это завещание, которое, соответственно, указано в этом завещании. Не указано завещание, а тот, кто распоряжался своим имуществом, так скажем, завещая его. Не понимаю, в связи с чем история болезни, выписка из истории болезни, каким образом повлияет на, так скажем, рассмотрение его данного спора, исходя из предмета и основания иска. У нас есть право уточнить историю, поэтому все зависит о том, какое заключение будет о выписке из истории болезни. Поэтому сейчас не можем... Мы, так скажем, порядок процессуальных действий должен соответствовать, скажем, сфотографическим ходатайством. Сначала, соответственно, уточняйте предмет, основание иска, а затем уточняйте обрезок ходатайства. Мы, соответственно, требуем дополнительные доказательства, исходя из этого мы, соответственно, сформулируем, уточним свои исковые требования. Если в этом не будет необходимости, значит, будем стоять, остановимся на тех исках требования, которые, если нет, мы их уточним. Ну да, безусловно, право на изменение предмета или основание иска у вас есть, инвестируемые доказательства, которые не можете получить самостоятельно тоже. А вам выписку там как супругу или как лицу указанному... Нет, затоваться не предусматриваю. Не предусматриваю. Только судебный запрос, либо нотариус, который ведет наследственное дело. Я выточнял, что в законе положение, скажем так, регламентом федеральной палаты об этом счет поставлено, в каких случаях, и кому может быть эти запросы, ответы на запросы? Ну, я имею в виду по выписке из медучреждения, да? Нет, мы это уже не обсуждаем. Есть вопрос встал по поводу выписки из сороковой больницы. То есть самостоятельно можете... Не могу, я был как вчера, не вам не дали. То есть только запросы, да? Все понятно, ладно. С нотариусом тоже понятным судебным запросами. Тут еще что-то хочет добавить по заявленным ходатайством. Все. Но суд удовлетворения данного ходатайства, тогда в пятницу придете, Касаткин, сможете? Да, сможете. Приходите в пятницу, получите запросы на руки, развезете. Тут с учетом и с требованием документов, 2-3 недели, наверное, на это уйдет. За это время ознакомитесь и сделаем спокойно. Протокол в сегодняшний составе, я думаю, в пятницу или в понедельник сдадим. То есть, в принципе, на следующей неделе можете уже приходить в канцелярию, знакомиться с материалами дела. Но это так. Еще какие-то ходатайства будут, может быть, не связаны с отложением судебного, разбираясь, если сделаем не доказательство. Ну, уважаемые судья. Сходя из, опять же, повторяюсь, из основания предмета иска у нас ходатайства нет. Ну, ходатайства нет. Ваши предметы, пожалуйста. Все, ходатайства больше нет. Все, и обещается. Заседание отложено. 13 мая, 18.00. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова